Всем привет, с вами снова Костя, и темой сегодняшнего видео будет 10 удивительных фактов о Корее. И не будем долго тянуть, теперь идем к делу. Первый факт, который озадачивает очень многих людей, которые впервые сталкиваются с ним, это то, что при рождении ребенка в Корее его возраст официально составляет сразу 1 год. То есть, например, если мне сейчас 25 лет по европейским меркам, то в Корее мне сейчас 26 лет. Я точно не знаю причин такого необычного летоисчисления, но, как я слышал, причиной этому является то, что ребенок находится в утробе матери примерно 1 год. И, соответственно, факт его появления на свет на это не влияет. Я боюсь утверждать, что такое объяснение единственное верное. Если вы знаете точное объяснение этому, напишите в комментариях. Второй интересный факт состоит в том, что жители Сеула наравне с жителями Токио меньше всех в мире спят. И продолжительность сна в среднем составляет чуть меньше 6 часов. Я думаю, все из-за того, что Сеула это очень большой мегаполис, соответственно, жизнь здесь довольно энергичная. К тому же конкуренция в рабочей сфере просто сошкаливает. Третий факт, наверное, не совсем положительно охарактеризует Корею, но все же. Такой бренд корейской водки Соджу, как Джин Ро, является самым продаваемым алкоголем в мире. Он даже обошел в этом рейтинге такого серьезного конкурента, как водка Смирнов. Четвертый факт является следствием того, что Корея очень активно участвует в международной иконке технологий, желая быть одной из самых передовых стран. И в 2012 году в корейской тюрьме впервые был применен робот-охранник. Для меня, как большого поклонника вселенной Терминатора, автором которой является Джеймс Кэмерон, этот факт является немного пугающим. По данным Международной Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, Корея уже несколько лет занимает одно из первых мест стран с самым высоким IQ. Средним показателем коэффициента интеллекта в Корее является 106 баллов. Справедливость ради, надо сказать, что в этом рейтинге также конкурируют между собой Гонконг, Сингапур и Япония. Шестой факт. Корейцы панически боятся цифры 4. Все из-за того, что так исторически сложилось, что в Корее очень активно используют китайский счет. И цифра 4, которая по-корейски будет звучать как СА, означает также слово СМЕРТЬ. И поэтому во многих домах на панели лифта отсутствует четвертый этаж. Вместо цифры 4 корейцы используют букву Э, что означает ФО на английском. Седьмой факт. Самые распространенные фамилии в Корее это КИМ, ЛИ и ПАК. 20% всех корейцев в мире принадлежит фамилия КИМ. Восьмой факт довольно простой. Корейцы, когда фотографируются, вместо того, чтобы говорить СЫР или ЧИЗ, как в англоязычных странах, говорят просто КИМЧИ. Так что не забывайте об этом, когда будете фотографироваться со своими корейскими друзьями. Девятый факт. Корея является лидером во всем мире по количеству пластических операций на душу населения. По статистике, каждая четвертая девушка в Корее ложилась под нож хирурга. Самыми распространенными являются такие небольшие операции, как увеличение носа с помощью каких-то уколов, геля, а также операции для двойного века, что визуально очень увеличивает ваши глаза. Ну и последний, десятый факт. Он немного грустный. Все потому, что Южная и Северная Корея до сих пор формально находятся в состоянии войны. Да, наверное, в это сложно поверить, смотря на красивую и беззаботную жизнь южных корейцев с экранов телевизора или на экранах мониторов, но, к сожалению, это так. В 1953 году был заключен лишь договор о прекращении огня и установлении границ между двумя государствами, которые проходят ровно по легендарной 38-й параллели. Я надеюсь, это видео было для вас интересным и вы узнали для себя что-то новое. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, также подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. С вами был Костя и увидимся в следующем видео. Пока! Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя. И сегодня в этом видео я хотел бы осветить с вами такую важную тему при общении с корейцами, как корейский этикет. Иными словами, определенные установленные формы поведения в корейском обществе. Вообще, вежливость и уважительность...